Турецкая гражданская война или война за независимость Турции была между турецким национальным движением и Османской империей, а потом переросла в борьбу против иностранных оккупантов. Национально-патриотические силы Турции во главе с Мустафой Кемалем взяли на себя груз сражений с огромным количеством соперников. Давайте же сегодня посмотрим, как это все происходило. Усаживайтесь поудобнее и если вам понравится видео, то пожалуйста поделитесь им со своими друзьями. Заранее спасибо! Поехали! Предыстория Все началось с Первой мировой войны, начавшейся в 1914 году. В ней принимала участие Османская империя и была она союзником Германии, что и закончилась для нее катастрофой. 30 октября 1918 года Османская империя остановила свое участие в войне. Это случилось после подписания Мудросского перемирия, ознаменовавшего поражение империи в войне. Принятие условий перемирия означало фактически полную утрату самостоятельности Османской империи. Сразу же после подписания перемирия, державы Антанты, Франция, Великобритания и Италия приступили к оккупации важнейших военно-стратегических районов бывшей Османской империи и к фактическому ее разделу. Османская империя потеряла почти все свои владения и осталась на маленьком участке земли относительно ее бывших территорий. Вышеперечисленные события довольно сильно ударили по патриотам Турции, вследствие чего возглавивший злобу турков бывший османский генерал Мустафа Кемаль-Паша объявил о решительных действиях во благо турецкого национального достояния. Начало войны На стороне национального движения Турции выступали Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Советский Азербайджан, Советская Грузия, Афганистан и Всеиндийская Мусульманская Лига. Противниками в свою очередь были Греция, Армения, Османская империя, Франция, Великобритания, Италия, Военно-морской флот США и Грузия. 15 мая 1919 года греческие войска высадились в Измире, чье население преимущественно составлялось из греков, которые встретили греческую армию как освободителей. 19 мая в городе, который хотели оккупировать итальянцы, они же устроили беспорядки, в результате которых погиб 71 турок. Возмущение действиями оккупантов привело к созданию партизанских отрядов, количество которых быстро росло. Серьезные сопротивления интервентам начали проявляться с июня 1919 года, когда создание общей национальной организации взял на себя Мустафа Кемаль. Он объединил все турецкие общества по защите прав, после чего провозгласил сохранение суверенитета и территориальной целостности Османской империи. Он также стал официальным представителем новой Турции. Тем временем, в результате активных боевых действий летом, греки значительно расширили плацдарм в Малой Азии, но дальше своих рубежей они не продвигались, поскольку не имели на это разрешение у своих союзников. Под влиянием англичан, желавших достижения компромисса между противоборствующими политическими силами Турции, султанская администрация пошла на соглашение с кемалистами о проведении выборов в новый парламент. В конце года турецкое правительство переехало в Ангору, ныне Анкару, а параллельно были оглашены результаты выборов, в которых, на удивление оккупантов, в большинстве своем победители были кемалистами. 16 марта 1920 года державы Антанты оккупировали Константинополь, открыв против Турецкой республики боевые действия. 23 апреля состоялось первое заседание нового турецкого парламента. Отныне в Турции были два центра власти – Султанское и Кемалистское правительства. Первые пытались подавить движение кемалистов, однако попытки не увенчались успехом, хотя Мустафа Кемаль прекрасно понимал, что Турции не удастся отстоять свою независимость без новой регулярной армии и внешней помощи. Он сделал ставку на Советскую Россию, с которой рассчитывал создать общий антиимпериалистический фронт. Установление диалога с Москвой стало основной внешнеполитической задачей кемалистов. Это было на пользу как большевикам, так и кемалистам. Взаимодействие с Турцией на Кавказе помогло бы и Советской России быстрее и эффективнее установить советскую власть в Закавказье, а туркам – отбиться от иностранной интервенции. Советское правительство поддержало кемалистов. Во-первых, идея национально-освободительной борьбы против империализма совпадала с большевистской идеологией. А во-вторых, что еще более важно, превращение Анатолии в английскую зону влияния было крайне невыгодно для советского государства. 3 июня Ленин отправил письмо турецкому правительству, в котором он поддержал его словами, что… Советское правительство протягивает руку дружбы всем народам мира, оставаясь неизменно верным своему принципу признания за каждым народом право на самоопределение. Советское правительство с живейшим интересом следит за героической борьбой, которую ведет турецкий народ за свою независимость и суверенитет. И в эти дни, тяжелые для Турции, оно счастливо заложит прочный фундамент дружбы, которая должна объединить турецкие и русские народы. Конфликт с Арменией Кемалийское правительство Турции и Армения фактически находились в состоянии войны с июня 1920 года, когда начались пограничные столкновения. От военного конфликта стороны какое-то время удерживала позиция руководства Советской России, считавшего войну в Турции против Армении нежелательной и выразившего готовность к посредничеству. На переговорах в Москве Бекир Сами настаивал на необходимости военного похода против Армении, мотивируя это тем, что если за короткий срок не будет создан сухопутный коридор через Нахичеван с Азербайджаном и находящейся там Красной Армией, то гибель национального движения в Турции будет неизбежной. 1 августа части Красной Армии начали боевые действия против Республики Армения. Советская армия остановилась в вышеупомянутом регионе после подписания мира с Арменией. На переговорах в Москве не удалось определить северо-восточные границы Турции. Но в ходе переговоров было также достигнуто соглашение, которое предусматривало предоставление помощи Великому национальному собранию Турции оружием, боеприпасами и золотом, а в случае необходимости – совместными военными действиями. Северский мирный договор Тем временем, державы Антанты оказывали давление на султанскую администрацию, вынуждая ее подписать тотально невыгодный мирный договор, и 10 августа он был подписан. Северский мирный договор был воспринят в Турции как несправедливый и колониальный, и как очевидное проявление неспособности султана Мехмеда VI защищать национальные интересы. Великое национальное собрание Турции отказалось ратифицировать договор. Армяно-Турецкая война 24 сентября 1920 года, после ряда новых пограничных столкновений, Армения объявила войну Турции. 28 сентября турецкие войска начали наступление по всему фронту. Через несколько дней турецкое наступление было приостановлено, и вплоть до 28 октября бои велись примерно на этой же линии. Позже турецкие войска возобновили общее наступление. Тем временем, 6 ноября, в ответ на просьбу правительства Армении о военной помощи в борьбе с Турцией, грузинское правительство заявило о нейтралитете Грузии в турецко-армянской войне. Через неделю после очередного турецкого наступления армянская армия была почти полностью уничтожена. 2 декабря делегация Дашнакского правительства Армении подписала мирный договор с Турцией, согласно которому территория Армении сокращалась до районов Эривани и Сивана. 16 марта 1921 года в Москве был подписан советско-турецкий договор о дружбе и братстве. Война закончилась поражением Армении и ее фактическим разделом. Две трети ее территорий были оккупированы Турцией, а оставшаяся ее часть советизирована. Западный фронт 23 августа 1921 года началось решающее сражение за Анкару в нескольких десятках километров к западу от города. Греческая армия превосходила турецкую по всем параметрам и по количеству солдат, и по вооружению. Однако, когда греческая армия исчерпала свои ресурсы, фронт после наступления стабилизировался. 26 августа 1922 года началось, как это принято называть в турецкой историографии, великое турецкое наступление. В результате непрерывных боев турецкая армия освободила практически всю континентальную часть страны. 11 октября 1922 года в городе Муданья на берегу Мраморного моря было заключено перемирие. Завершение войны Окончательное мирное соглашение было подписано Лозаннским мирным договором, подписанным 24 июля 1923 года. Предусматривалось, что Турция сохранит за собой Восточную Фракию, Измир и другие территории, отторгнутые от нее по Севрскому мирному договору 1920 года. А 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль, принявший имя Ататюрк, стал ее первым президентом. Ну а на этой ноте я хочу вам порекомендовать мой новосозданный инстаграм funnyhistory lol, на котором я публикую мемы об истории разных эпох и периодов, будь то холодная война или просвещение, либо же будь то колонизация Южной Америки или русская революция. Спектр тем, ну просто не ограничен. А также вы можете мне присылать в директ свои мемы, я буду их публиковать у себя в сториз, а если они будут качественными и смешными, тогда прямо себе в профиль. В общем, жду вас всех в своем укромном местечке. Ныряйте по ссылке в описании и наслаждайтесь байками о том, насколько на что бы ни происходило в мире, Швейцарии будет как-то нейтрально. Спасибо! Ну а на этом все, уважаемые зрители. Я надеюсь, что вам ну правда понравилось это видео, потому что я максимально старался подать информацию нейтрально. Если это так, то ставьте вподобайку и пишите коммент. А главное, поделитесь этим видео со своим другом, знакомым или близким. Заранее тебя об этом благодарю. Лично тебя. В общем, спасибо также за просмотр. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok